Продолжаем знакомство с NA10 и сегодня закончим эксперимент, начатый в первом уроке. Ссылка в описании. Напомню, что мы создали триггер для получения данных из Typeform. И через логический оператор if планируем вывести эти данные в разные каналы Slack. Половина дела у нас сделана, но нет данных. А для работы по меньшей мере с нодой if эти данные нужно иметь. Получить мы их можем только из Typeform. Соответственно заполняем форму. Нам это нужно для настройки, но впоследствии это будут делать пользователи. Вот это важный момент. Собственно это нам и нужно для последующей настройки. Предполагается, что у нас в фонде есть два отдела. Один работает с благополучателями, второй с теми, кто готов предложить помощь. Ну вот собственно по разным каналам Slack мы и разведем сообщение на основе этого выбора. Все информацию приняли. Появился один item объект. Смотрим, что пришло на if. Пришли все поля, которые заполнил человек. Создаем условия. В данном случае нас интересует string, строка. Значит если значение 1 соответствует значению 2, то это true, правда. Значение 1 у нас будет динамическим. Мы его берем из input JSON и нас интересует вот это поле. Напомню в форме это был выбор из двух значений. Нужна помощь и хочу помочь. Сразу можно скопировать, потому что это сейчас мы вставим во второе поле. Ну то есть получается, что поле 1 должно соответствовать contain полю 2. А вот. Поле 1 у нас динамическое, поле 2 статическое. Кстати тут по-моему имеет значение регистр, так что копируйте букву в букву. Все. Теперь по логике на true должен поступить сигнал. Пока не видно, добавим ноду. Нас интересует Slack. Здесь также я уже наладил интеграцию, но давайте создадим новую связь. А, неверно. Я говорил, что доступ к копии это, наверное, самое сложное. Кстати можно почитать, вот здесь есть инструкция по каждому конкретному подключению, но это не всегда помогает. Непосредственно со Slack нужно выбрать способ аутентификации OAuth2. И теперь уже Create New и Connect. Ну то есть буквально два нажатия кнопки. Единственное, Slack у вас должен быть открыт в данный момент в этом же браузере. Соглашаемся на интеграцию. Связалось. И теперь нам осталось добавить название канала. Вот я создал тут два канала. Получить помощь и предложить помощь. Нам нужно получить. Копируем. Вставляем вот сюда. И остался текст. Также добавить выражение. Также input data, JSON. И можно все прямо без разбора накидать, а можно как-то выбрать и даже оформить. Наверху у нас выражение, внизу результат. Имя, телефон и суть обращения. Выражение, то есть верхнее окно мы можем редактировать как угодно. Можем добавить, например, переход строки. Можно сюда какой-то дополнительный текст вставить. Телефон, например, можно в скобки. Или написать телефон. Ну в общем оформляйте как хотите. Внизу вы увидите, как это будет выглядеть в сообщении. Так, все готово. Один item пришел в Slack. Вот так можно запустить ноду, чтобы она отработала. В нашем случае отправила то, что ей пришло в Slack. Посмотрим, что там у нас. Отлично. В итоге мы добились того, что в канал «Получить помощь» пришло сообщение из формы, заполненное в интернет с помощью совершенно не связанного со Slack приложения Typeform. Причем оформлено это сообщение так, как мы того и хотели. Можно оформить его по-другому или пересылать сюда какие-то другие данные. Но это только полдела. Теперь нам нужно отправить в другой канал Slack сообщение, в котором пользователь выбрал предложить помощь. Сначала нам нужен сигнал. Данные. Опять же берем их из формы. Но тут выбираем предложить помощь. Item есть, но он не пошел в Slack. Это логично, потому что условие ноды if не соблюдено. Давайте создадим еще одну ноду Slack на выходе false. То есть не правда. Тут действуем по аналогии, но не коннектимся заново, а выбираем уже созданную связь. То есть подключение к API он запоминает. И теперь нам нужно подставить сюда название другого канала и добавить текст, то есть выражение. То же самое. Input JSON. Только он почему-то пишет node found. Само выражение при этом есть и вроде как все правильно. Ну давайте попробуем, а там посмотрим, что придет. Ну вроде как item есть. Так, ладно, запускаем ноду и идем смотреть. Да, все пришло. Опять же все оформлено как мы хотели. И вот. Если пользователь хочет получить помощь, его сообщение приходит по один канал. Если предложить в другой. И соответственно мы можем накидать сюда еще нод. Только добавлять нужно не за этой, там уже будут другие данные. А брать напрямую из if. Скажем, сообщение о том, что кто-то хочет предложить помощь, можно продублировать в Discord. Или скажем, на почту начальнику. Ну в общем дальше все как всегда. У вас есть удочка. Пока, конечно, с очень скудной инструкцией. И, к сожалению, уроков по NA10 в сети мало, особенно на русском. Но основной алгоритм я показал, а дальше уже самостоятельно. Инструкции у них на сайте весьма подробные, но тоже, правда, на английском. Все, подписывайтесь на канал. Если хотите продолжения, ставьте лайки, пишите комментарии. Подумаю. Ну и любите друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok